Очень важный момент для того, чтобы мы были в мире и в покое, нам же привести свои отношения в порядок. И если, скажем, есть такое отношение, я вижу, что тут как бы есть два таких направления. Первое, то что для меня, мне кажется, очень важным, это если с вашей стороны, это возможно, сделайте первый шаг, чтобы с этим человеком примириться. Почему я считаю, что это важно? Потому что надо, чтобы со своей стороны вы делали все самое лучшее, что зависит от вас. И если вы понимаете, что вы сделали самое лучшее, вы, скажем, делали шаг на примирение, а со стороны человека нет ответа, то, скажу вам, вы сделали лучшее со своей стороны. И то, что я вижу в Писании, но одна из важных истин, это чтобы мы не ходили под этим бременем в Библию утверждать, что Иисус был помазан Святым Духом, и Он был помазан, чтобы освободить измученных на свободу. Я думаю, что когда мы носим этот камень внутри себя или какую-то обиду на кого-то, и мы делаем первый шаг, во-первых, то, что мы обнаруживаем, что помазание, которое есть во Христе Иисусе, оно освобождает нас от того, чтобы мы переживали осуждение в нашу сторону. Потому что, скажу вам, когда мы делаем шаг на примирение с нашей стороны, я понимаю, что это ваше решение, это ваш шаг, и это поможет вам быть просто свободными. Потому что с вашей стороны вы делали всё. То есть я думаю, что это понятно, но дальше мы в этом не пойдём. То есть если вы попросили прощения, вы были неправы, вы делали со своей стороны всё самое лучшее, а в ответ вы не получили, скажем, ожидаемого, вам нужно просто успокоиться и понимать, что вы делали правильный поступок со стороны Слова Божьего. И поэтому будьте свободны от всякого осуждения, от всякой вины. И то, что я считаю правильным, необходимо просто подтвердиться в праведности, которая есть во Христе Иисусе. Теперь второй вопрос. Он тоже немаловажный. Иисус поднимает Евангелие такой вопрос. Однажды его спросил человек, Иисус, ну рассуди нас. Мой брат, он, скажем, у нас есть наследие, наследство, и, скажем, будь между нами судьёй, чтобы он отдал мне часть наследства, которое мы имеем от Отца. Иисус ему отвечает. Кто поставил меня судьёй над вами, чтобы эти вопросы решать? То есть буквально Иисус приводит примеры и дальше, ну, он приводит разные истории и примеры, чтобы это показать, что жизнь человеком не зависит от достатка его имения. Но главный посыл такой, что Иисус, он не призван стать судьёй между нами. Потому что когда есть конфликт между двумя людьми, всегда кто-то прав, а кто-то неправ. И мы стараемся занять позицию правых. И когда мы считаем, что мы правы, мы хотим, чтобы в жизнь другого человека пришёл суд. И чтобы именно Иисус был тем, кто осуждает. И суд не пришёл осуждать. И вот какой главный посыл, который я вижу вообще в этом понимании. Первое, если с вашей стороны возможно, чтобы вы примирились, чтобы ваши отношения были хорошими, сделайте первый шаг. Когда вы его сделали, просто будьте в праведности Божией, независимо от того, как человек отреагирует в вашу сторону. Теперь другое. Если вы видите, что с вами поступили нечестно, несправедливо, и вы вправе обидеться, вправе требовать справедливого суда для человека. Скажу вам, не идите в ту сторону. Потому что Бог не призывает нас судить. Бог не призывает нас жить в осуждении. Потому что раздавая осуждение, мы собираем это в свою жизнь. И хочу привести вас к такому местописанию, которое меня очень благословляет. Иисус стал причиной, почему мы все с вами были прощены. То есть у Него были обоснованы к нам претензии, независимо от нашего положения, от нашего финансового положения, от того, кто мы есть. У Него к нам были претензии по отношению к Божьим заповедям и к Божьим ценностям. И тем не менее, Бог прощает нас во Христе Иисусе и принимает нас. И я думаю, что сам момент осознания, что мы приняты Богом, не на основании наших дел, а на основании Его благостей, оно дает нам понимание, что мы можем также быть тем, кто проявляет Христа для других людей. И к тому, что когда мы понимаем, что от нас зависит, простить или не простить, лучше сделать решение, я принимаю решение простить, даже если мои эмоции, мои чувства и мое понимание говорят совсем об обратном. Потому что, скажу вам, когда разум не обновлен, он требует мести, он требует суда. И потому Иисус, Он не пришел, чтобы судить, Он пришел, чтобы спасти. Скажу вам, вот этот ключевой посыл, который сегодня я хотел бы, чтобы мы получили. Само слово «спасение» обозначает изменение. То есть то, что было спасено, оно было для кого-то и для чего-то. И, может быть, закончу такую мысль. Для того, чтобы мы в себе имели силу простить там, где невозможно простить, мы не можем сами. Нам нужна помощь от Бога. Так же, как мы не можем спасти сами, нам нужна помощь именно Бога, чтобы Он спас нас. Иисус назван нашим спасителем. Он также нужен нам, необходимый для того, чтобы простить людей. И вот простая концепция. Если вы не можете сами, это хороший признак – это осознать, что мне нужна помощь от Него, чтобы Он помог мне простить, покрыть чьи-то недостаток, чью-то вину за Его счет. И верю, что каждая ситуация, она индивидуальна. Но в целом я вижу два таких посыла. Когда Иисус убирает взгляд людей на то, чтобы Он стал судьей, Иисус не собирается судить. Он дал нам это право. Но когда мы понимаем, что мы имеем право или обсуждать, или оправдывать, то вы выберите, пожалуйста, тот путь, чтобы вы были те, кто оправдывает людей. Потому что именно это приносит жизнь в отношения. В каждой семье, в каждой ситуации есть момент, когда мы считаем, что мы правы. Но я верю, что когда мы покрываем это Божьей любовью и делаем первый шаг в отношениях того, чтобы их построить, возобновить, скажу вам, это достойно того, чтобы это все изменилось. И знаете, вот то, что есть в моем сердце. Когда мы поступаем именно по слову Христа, то помазание, которое было на Христе, оно высвобождается, чтобы послужить нам. И к тому, что наше решение и наш поступок, он высвобождает помазание. Поэтому мы получаем не свою способность простить, а его способность простить. И вот почему я считаю, что конфликты, или когда мы приходим в собрание, или в группу людей, где мы собираемся вместе, и у меня где-то есть, где-то внутри, в подсознании вот такие вот вещи, я должен себя спросить. Если я имею обиду или я нахожусь в непрощении, это должен делать я со своей стороны. И Господь, помоги мне, Святым Духом, делать этот первый шаг. Знаете, скажу вам, что само примирение, оно очень важно в этих отношениях. Но когда его нет, когда вы не можете примириться, скажу вам, нам нужно прийти на территорию праведности. Это я обычно говорю о том, что если, скажем, вы сделали все свое самое лучшее, и в ответ вы не получили, скажем, да, я прощаю, или да, наш конфликт разрешен, но вы понимаете, что конфликт остается прежним, скажу вам, вам нужно втратиться в праведности, потому что если вас не прощают, а вы в позиции прощения, или просить прощения, то вам нужно понимать, что Бог, Он на вашей стороне, и на стороне того человека, который, может быть, не прощен или не прощает. Он с обоими работает одновременно. Тем не менее, ваш поступок, он высвобождает помазание от Бога, чтобы повлиять на эту ситуацию. Скажу вам, если есть там буквально немножко времени, в моей жизни была ситуация, когда, скажем, я заказал, чтобы... Банальная ситуация. Я заказал, чтобы мне пошли штаны. Я нашел необходимый материал, необходимую всю фурнитуру. Это было очень трудно достать. Я все это достал, конечно, парню, чтобы он мне пошил. Это был мой друг. И так оказалось, что спустя какое-то время он пошил мне, и когда я получил деталь, ну, скажем, эту вещь в руки, я понял, что ни нитки, ни фурнитура, ничего из того, что я ему дал, вообще это не то. И я понимаю, что он просто обманул меня. И внутри у меня было очень неприятное ощущение, но как он мог так со мной поступить? И у меня было решение. Или обидеться, и высказать ему свои недовольствия, или все-таки поступить по-другому. Скажу вам, я просил Святой Дух, Святой Дух, дай мне мудрости, как мне в этой ситуации поступить. Потому что я понимаю, что я хочу сохранить отношения, но то, что я сейчас могу сказать и выказать, это пройдет все отношения. Он был нерожденный свыше, он был неспасенным человеком на то время. И однажды мы с ним встречаемся в городе, и разговаривая с ним, я ему ни слова не сказал о том, что он сделал. И в разговоре, когда мы с ним говорим, и, знаете, сошел Святой Дух. И он стоит и плачет, и говорит, прости меня, пожалуйста, я был неправ тогда, когда он пошел из штаны, я осознаю, что я сделал не так. Я не просил его об этом говорить, я его в этом не обличал и не упрекал. Но я осознал, что именно само решение наше пойти именно в пользу Слова Божьего и Слов Христа, оно высвобождает Божью атмосферу на жизнь этих людей. И они сознаются, что когда вы есть рядом, вы не те, кто осуждаете, а те, кто оправдываете, они понимают, что они получили шанс, чтобы их отношения к вам или ваши отношения изменились. После этого случая, знаете, он пришел ко Христу. В общем, такая короткая история. Закончу еще раз. Первая фаза – это, если в вашей стране возможно попросить прощение, простите прощение, если вы неправы. И если вас не прощают, просто примите праведность от Христа, потому что это не от вас зависит прощение, это от них. Если вы в позиции кого-то не простить, скажу вам, необходимо абсолютно то, что сделал с вами Христос. Он простил вас, независимо от того, что вы сделали. И осознаваясь, что вы прощены, и вы не могли его заслужить, это прощение. Вы также это можете принести в жизнь другого человека. Это всегда инвестиция. Дякую, Сергей. Дякую на все добре. З нами был Сергей Темносагатый, пастор церкви «Нове життя». Сегодня мы говорили на тему, если возможно, с вашего боку, и насколько это зависит от вас. Будьте в мире с всеми. Продолжение следует...